Кто они? Казахстанские стартаперы. Меня зовут Евгений Зинкевич, я генеральный директор компании Гипар МРУФ. Молодые, талантливые и амбициозные. Естественно, претендуем на лидерство, и это наша такая идея фикс. Стартап движения в Казахстане инновацией или жажда легких денег? Здесь уже начинается самый настоящий рынок. Рынок, где выживают сильнейшие. Когда вот сейчас, как вы все говорите о кризисе, у них продолжается идти рост. И могут ли стартапы повлиять на экономическое развитие Казахстана? Одному стартапу возможно вообще повернуть все какое-то поднаправление в отрасли. Твердой и уверенной походкой к лидерству на рынке онлайн-продаж билетов. Эту компанию называют едва ли не самым успешным стартап-проектом Казахстана. Заправляет здесь семь Виктория Таргунакова. В марте этого года был побит своеобразный рекорд продаж. За месяц через ее сервис казахстанцы купили билетов на 35 миллионов тенге. Если говорить про перспективы, то мы, конечно, хотим достичь 20% продаж онлайн во все события, как кино, так и театры, в сравнении с оффлайн-продажами. 20% – это показатель, который нам задает Америка. При этом в России показатель не превышает 7%. В Казахстане сейчас та цифра, которой характеризуемся мы, около 5%. Лучше всего об успешности проекта говорит статистика на сайте. С 2012 года через Тикетон было куплено больше 400 тысяч билетов. Цифра более чем внушительная. Когда весь мир говорит о кризисе, в алматинской компании наращивают продажи и подсчитывают прибыль. Говорят, что кино и театры в сложные годы становятся для людей своеобразным бюджетным видом досуга. Со стороны театров мы получали отзывы достаточно частые о том, что молодежь стала такой неотъемлемой составляющей именно аудитории. То есть, например, на примере Лермонтовского театра, да, они большие молодцы, они делают очень много акций, направленных на молодежь, на покупку билетов через купонные сервисы и также через нас. Именно в театре Лермонтова доля продаж через Тикетон составляет порядка 10% на некоторых мероприятиях. Цифра – своего рода ответ театрам, которые сетуют на спад продаж билетов и отсутствие интереса к культуре со стороны молодежи. Это достаточно такая, ну не отсталая, но немножко запаздывающая именно в подхвате инноваций отрасль. И именно здесь мы помогаем своим опытом, своей экспертизой, помогаем этим театрам становиться лучше и именно прогрессивнее. Идея о создании сервиса по онлайн-продаже билетов возникла еще в далеком 2001-м, но дальше разговоров дело не шло. Создатели долгое время не могли найти инвестиции, и только спустя 10 лет проект удалось реализовать. Пожалуй, один из самых ключевых вопросов, да, почему подобные проекты не запускались. Потому что, ну собственно, инвестиции на этот проект, их достаточно тяжело было найти. Проект низкомаржинальный, проект высокотехнологичный, да, то есть вот в нашей стране пока достаточно так с сомнением смотрели на подобного рода проекты. Поиск инвестора для молодых, начинающих стартаперов, пожалуй, основная задача. Зачастую на реализацию инновационного, свежего, где-то даже дерзкого, попросту нет денег. Начинается долгий, мучительный процесс хождения по кабинетам. С проблемой поиска финансирования своего стартапа когда-то столкнулся и директор общественного фонда iStartup.kz Константин Горожанкин. Ради реализации масштабного IT-проекта Константин оставил работу в банке и полностью окунулся в развитие своего собственного стартапа. Но тогда найти инвестора в Казахстане так и не удалось. Деньги пришли с Соединенных Штатов. Порядка трех миллионов долларов мы привлекли на наш рынок и запустили проект, который называется сейчас «Процессин Киезет» и помогает с сайтом принимать к оплате карточки в интернете. Но поняв, как это все сложно, я понял, что как-то надо нашим стартапам помогать, иначе никогда у нас стартап-движение нормально не появится. Деятельность фонда нацелена на помощь именно IT-стартапам, связанных с интернетом и мобильными приложениями. Из множества заявок, собранных в течение года, отбираются 10 лучших проектов. После стартаперов два месяца учат маркетингу, бухгалтерии, составлению бизнес-плана и прочим предпринимательским премудростям. Есть бизнес-план, есть маркетинговый план, есть понимание, сколько ему денег нужно и какую долю проекта он готов отдать. И вот с этим уже багажом знаний мы ребят выпускаем на конференцию «Инвестор Дэй», где в зале сидят настоящие инвесторы. У ребят есть пять минут рассказать о своем проекте, и дальше у инвесторов есть полчаса позадавать им вопросы. Вот такая у нас модель. После этого инвесторы инвестируют деньги, а проект начинает идти. По мнению экспертов в сфере стартап-проектов в сравнении с государственными, частные инвесторы все-таки более скурпулезно относятся к вопросам предоставления финансирования. Они однозначно не станут выделять деньги на сомнительные проекты, которые не будут приносить прибыль. Есть две грантовые программы. Одна грантовая программа – это «ВДОМУ». Там выделяется 3 миллиона тенге на один проект. Но, к сожалению, суммы, которые выделяются, например, на Алмату, они очень маленькие. Это всего, по-моему, 27 миллионов тенге. То есть 27 разделите на 3, и вы поймете, что это реально поддержка в течение всего года только 8-9 проектов. Это, конечно, недостаточно. Вторая программа – это «УНАТРА» – Национальное агентство технологического развития. У них более крупная поддержка. То есть там можно получить гранты до 25 миллионов тенге как раз на развитие именно IT-проектов. Но проблема в том, что там, конечно, и подготовка должна быть соответствующая. И тем стартапам, что удается это сделать, это честь и хвала. Потому что это реально уже поддержка, потому что это хорошая сумма. Чтобы получить господдержку, нужно пройти настоящее испытание, что выдерживает далеко не каждый стартапер. К слову, этих счастливчиков найти нам так и не удалось. Не получилось поговорить об IT-стартапах и с представителями фонда «Дому». А в том самом «Натри», Национальном агентстве по технологическому развитию и вовсе не захотели отвечать даже на официальный запрос агентства «Хабар». Остается только догадываться, почему эти самые структуры не пожелали рассказывать в своем вкладе в развитие инноваций и стартапов в Казахстане. Мы все слышим о том, что фонд «Дому» работает, фонд «Дому» оказывает поддержку предпринимателям, поддерживает стартапы и все остальное. При этом нет никакой открытой, по крайней мере, оценки, если она вообще существует, оценки эффективности вложения этих средств. Ну, профинансировали вы вот этого бизнесмена, да, начал он свой бизнес, там, «Теплицы», да, или начал он какое-то мелкое производство, промышленность, что-то еще. Хорошо, где результат? Где мы можем увидеть, что эти деньги пошли действительно на поле? Десять лет назад карагандинка Ирина Хабер приехала, что называется, покорять Алматы. Работала секретарем-референтом в банке, после выросла до аналитика и маркетолога. По выходным и вечерам больше в качестве хобби. Работала визажистом. Скоро увлечение переросло в профессию. Сейчас Ирина известный в Алматы и во всем Казахстане визажист. Основатель собственной школы Ирина Хабер и создатель стартапа, интернет-ресурса «Бьюти Лук». Я могу сказать, что даже в СНГ аналогов нет. Ну, то есть, на самом деле, аналогов в СНГ нет. У нас есть фэшн-банк, у нас есть различные ресурсы о красоте. Там блогеры пишут, да, то есть, ну, в таком ключе. Вот такого мощного ресурса, чтобы он включал в себя каталог мастеров, салонов. Направлений для профессионалов и для непрофессионалов нет. Как этот ресурс будет зарабатывать, говорят, на рекламе плюс планируется открытие на этой площадке интернет-магазина. Для своего стартапа Ирина сама была инвестором. Вкладывала все деньги, которые зарабатывала сама и ее школа. Честно, я еще вообще не то, что не заработала, я только вложила в этот ресурс. Но я планирую все-таки выйти, да, я планирую выйти на точку безубыточности до конца года. Хотя бы выйти на то, чтобы не окупить ресурс сейчас, а хотя бы, чтобы мы зарабатывали на зарплату и на какие-то расходы, которые у нас вот ежедневные. Часто случается, что действующие стартапы в области интернет-технологий или, например, мобильных приложений очень сложно монетизировать. Тогда они остаются больше в качестве хобби, нежели бизнеса, приносящего хороший доход. Такие вот проекты для души. В любом бизнесе, а стартапы это бизнес, так или иначе, инвесторы всегда смотрят на понятие рентабельности, прибыльности и эффективности. И вот об этих параметрах как бы все у нас забывают и все делают акцент, что это первый в Казахстане, это первый в СНГ, это прорывная идея и так далее. То есть пытаются сыграть больше на эмоциональной части, а потом как бы возникает такое недоумение, а почему нам отказали в финансировании. Общественный фонд «Атамикен Стартап» переживает не лучшие времена. С его директором Нурланом Тазабековым встречаемся не в офисе, а в уютном ресторане в центре столицы. Выяснилось, что в фонде все еще ищут деньги на проведение традиционных ежегодных конкурсов для молодых стартаперов. С финансированием обычно помогали успешные бизнесмены, но в этом году как-то не заладилось. Вообще наш конкурс не ограничивался классическим пониманием стартап, когда это некая инновация, либо интернет-продукт, мобильное приложение и прочая инновационная разработка. Мы принимали ребят с любыми идеями, абсолютно любыми. Это могло быть и сельское хозяйство, это и могло быть сфера обслуживания, общепит, интернет-магазины. Все, что могло прийти в голову ребятам. За время существования фонда с 2012 года было организовано около 40 конкурсов. Это такие трехдневные мероприятия в разных городах Казахстана, которые позволяют окунуться молодым, креативным в ту самую стартаперскую атмосферу. За время конкурса идея бизнеса превращается в презентацию, готовую к реализации. Общий призовой фонд каждого конкурса небольшой, всего 600 тысяч тенге, которые распределяются на три призовых места, по 300, 200 и 100 тысяч тенге. Деньги не на запуск проекта, а это вознаграждение за то, что ребята пришли, защитили свой проект и оказались в числе победителей. На эти деньги можно купить все, что угодно. Мы не следим за тем, как тратятся эти деньги. Они могут купить компьютер, мобильный телефон и вовсе закрыть потребительский кредит в банке, который они взяли на тот же компьютер. Действительно, инновационных и прорывных стартап-проектов в сфере IT, интернет-технологий или мобильных приложений в Казахстане пока не было. Зачастую это копии или клоны западных разработок, адаптированные под наш рынок. Можно по пальцам одной руки пересчитать проекты, которые сделаны были бы в IT в интернет-сфере, которые, ну вот именно новые идеи, которые бы не были американскими. В основном все это рождается там, в Силиконовой долине, в США, а потом это поступает в Европу в течение годика, в течение двух годиков это поступает в Россию, и дай бог на третий год это приходит к нам в Казахстан. То есть идеи идут именно так. Что-то сделать такое, чтобы пойти в обратную сторону, это достаточно сложно. Не потому что сложно придумать идею, а потому что нет инфраструктуры, чтобы эта идея взлетела и все получилось. Чаще всего, если кто-то придумает такую идею, это касается Казахстана, России, они едут туда, в Силиконовой долине, и там могут они это запустить. Потенциально успешные стартапы, действительно прорывные, не нуждаются ни в каких акселераторах, общественных фондах, они редко обращаются за помощью к государству. Обладатели инновационных идей стартапов выходят напрямую к венчурным инвесторам, и чаще всего к зарубежным. Стартапам развиваться труднее именно в плане поиска инвестиций в свой проект, потому что стартап это традиционно рискованное мероприятие, и инвесторы всегда оценивают свои риски. И в период кризиса инвесторы сокращают, либо и вовсе сворачивают свои бюджеты, которые они планировали потратить на запуск проектов. И в этом отношении, на мой взгляд, ситуация сегодня немного тревожная. И тем проектам, которые действительно понимают ценность своего продукта, им необходимо выходить на зарубежные и венчурные площадки. Интернет-магазины. Здесь, конечно, не до инноваций, но такие стартапы очень популярны, на этом бизнесе можно неплохо заработать. На просторах Казнета сегодня можно купить все, что угодно – одежду, еду или услуги, или, например, автомобильные шины, не выходя из дома в несколько кликов. Такой ассортимент не на каждом рынке найдешь – 6,5 тысяч наименований товара. Польза интернет-продаж, наверное, заключается в том, что через интернет можно для клиента привнести новый сервис, более удобный процесс покупки, приобретения товара. То есть клиенту не нужно ехать, допустим, в дождливую или жаркую погоду, куда-то что-то покупать. Клиент может оформить заказ через интернет и получит тот же самый качественный товар, иногда еще и дешевле, и какие-то бонусы, допустим, на шиномонтаж. Если заказом шин через интернет никого не удивишь, то покупка аспирина или валидола через всемирную сеть с доставкой на дом для Казахстана пока экзотика. Этот рынок еще мало изучен и непонятно, будут ли пользоваться интернет-аптеки популярностью, тем более, что лекарства по рецепту через интернет купить пока нельзя. Люди не доверяют такому товару, не доверяют, что им привезут то ли лекарства, что им действительно привезут сертифицированный товар. Мы, конечно, хотим у людей вызвать лояльность к нашему сервису, и поэтому у нас будет услуга также к самовыводу. Для того, чтобы магазин как можно больше зарабатывал, ресурс должен обладать хорошей платежной инфраструктурой. То есть, чтобы клиенты интернет-магазина могли заплатить деньги за товар максимальным количеством вариантов. Раньше такого решения на рынке Казахстана не было, пока не появился агрегатор платежных систем Paybox. Мы предоставляем все эти платежные методы в одном окне. То есть, личный кабинет, где сразу доступна информация по всем платежным системам, где ваш клиент имеет возможность через платежную страницу уже на сайте оплачивать большим количеством разных вариантов. И, по сути, это основная идея сервиса. Это снижает очень сильные издержки по взаимодействию с платежными системами, и сразу выводит вас на некий новый уровень, когда вы, не знаю, не наличку только принимаете, от чего уже потихоньку рынок отходит. Создателем сервиса «Майкап» Аделетом Койчумановым интервью записывали буквально на ходу. Выпускник одного из британских университетов намеревается отучить казахстанцев от привычки, которую, кажется, искоренить невозможно. Голосовать на улице или, что называется, ловить с бордюра. Аделет планирует внедрить мобильное приложение «Сервис для заказа такси». Идея пришла после того, как я испытал на себе, что такое позвонить, заказать такси в часы пик, обзвонив множество компаний, такси-компании, которые, в свою очередь, обещали мне подачу машины в конкретное назначенное мне время. Но по причине того, что в городе были огромные пробки, я не успел попасть на встречу, которая была запланирована. Вы, наверное, уже догадались, как действует приложение. На карте выбираете ближайший к вам автомобиль или же забиваете адрес местонахождения и видите, как выбранное вами такси передвигается в режиме онлайн. В этом же приложении можно увидеть марку заказанного автомобиля, госномер, имя водителя, его номер телефона. В западных странах уже вовсю пользуются подобными сервисами. Но из-за таких приложений колоссальные убытки терпят официальные таксопарки, которые уже попросили ограничить деятельность этих сервисов. Рынок любой развивается в сторону технологических каких-то инноваций, поэтому защищаться против технологий, конечно, не нужно, потому что в любой день они могут прийти. Еще одно мобильное приложение из области транспорта, безусловно, заслуживающее внимания. Сервис по оплате билетов в общественном транспорте через смартфоны. Для этого нужно лишь скачать приложение в плей-маркете и иметь свой Киви-кошелек. Запускаем приложение, да, вот мы увидим там сделать снимок, да, то есть все, что нужно, нам нужно просто считать вот этот вот QR-код, в котором будет зашита информация, как номер автобуса, да, то есть госномер, там можно зашить, когда бортовой номер, номер маршрута. Авторы сервиса говорят, что изначально приложением заинтересовались в Алматы электротрансе и в городском Акимате. Обещали поддержать. Разработчики даже не просят деньги за реализацию проекта, и приложение будет бесплатным. К сожалению, мы не получили должного, так сказать, понимания, да, и наш вопрос непонятно как-то, ну, подвис, можно сказать. Вот, и на сегодняшний день мы все еще пытаемся договориться с этими сторонами, чтобы реализовать наш пилотный проект для того, чтобы можно было собрать статистику. Провести там работу над возможными ошибками и довести приложение до боевого состояния. Интернет-экономика Казахстана пока в качестве догоняющей. По развитию стартап-рынка в области мобильных технологий, IT и интернета мы отстаем даже от наших партнеров по Евразийскому Союзу. В России интернет-экономика занимает порядка 5-7% рынка. В Беларуси 4%, в Казахстане всего 1,5%. Если стартап на Западе, он будет незаметен, будет песчинка, здесь один стартап, одному стартапу возможно вообще повернуть все какое-то поднаправление в отрасли. Ну, например, онлайн-медиа в электронной коммерции. Новый подход, в том числе, это инициатива TechGarden, это алматинский инновационный кластер. Это именно подойти с точки зрения спроса на инновации, попытаться его стимулировать. Один из инструментов стимулирования – это 1% от совокупного годового дохода недропользователей. Этот 1% на самом деле сумма внушительная. Если деньги с пользой потратят на развитие именно высокотехнологичных стартапов, у Казахстана есть все шансы совершить инновационный прорыв и стать своего рода региональным хабом, где будут полноценно развиваться стартапы казахстанские и не только. Инноваций хватит на всех. Продолжение следует...